Уже в шинель всем навязанном зубах, все думают, что я только сижу и занимаюсь в шинели. Или наоборот, ничего не делаю. Вот сукин сын только деньги проедает и все. Тут приходится заниматься одновременно всем, понимаете? Потому что, ну, планы... Ну, знаете, как Шекспир сказал, планы дешевые, как ежевика. Наверное, в его время же ежевика была дешевая. На самом деле, как только задумываешься о планах, так вообще ничего не происходит. Поэтому я привык работать по инстинкту. Это гораздо лучше. По крайней мере, в этом больше естественности и возможности вдруг... Возможности вдруг что-то такое неожиданное для себя сделать. Но планы какие-то, все-таки, ну, какие еще могут быть планы. Но приходится все равно отвлекаться на другую работу. Мне пришлось много времени потратить на эти две книжки. Я уж не говорю о самом подготовительном периоде, но когда они печатались, я просто не вылезал из типографии. Все это, на самом деле, крайне пагубно отражается на твоем состоянии, психическом смысле работы. Той, которой ты должен заниматься. Но что делать? Такое время. А государство где-то? А где оно, государство? Я бы хотел его найти, это государство. Я бы знал, что государство существует. Я бы знал, что сегодня обеспечены лекарствами пенсионеры. Что именинад в 6 утра стоят утром к врачу, чтобы выписал тот талончик на бесплатное лекарство и все прочее. А вы тут даже говорите. Какие еще вопросы? Можно? Здравствуйте. По поводу монифирма «Ежкотумания» есть один вопрос. Я обнашусь к тем людям, которые воспринимают, наверное, некоторые, как Денис Косток, имеющие в ней воздержание формы. Есть там разные теории, что кто-то считает, что не нужно искать какого воздержания дополнительного, формы осталось достаточно. Я вот поэтому по поводу мультика «Ежкотумания» всегда мне было интересно. Если это метафора, то эта метафора либо какая-то очень сложная, я ее не понял, либо ее нет. Вы имеете в виду сам фильм? Мультик, да? Да, фильм «Сандарт». Вот это да. Фильм сделан 30 лет назад, и вдруг мне вопрос дает о метафор. А я еще недавно его запомнил. Понимаете, посмотрел, к сожалению, и поэтому, если это возможно сейчас, не могли бы вы как-то, может быть, совсем коротко так... Ну, я могу сказать. Несмотря на то, что там герои антропоморфны, заморфны, но речь, конечно, идет о человеческих чувствах, о том, как развивается человеческое чувство. В конце концов, о том, как живое существо погружается в тайну, и как эта тайна действует на его психику, и кем он оттуда выходит, и каков результат. Но, понимаете, надо сказать, что я не из тех, кто любит объяснять свои фильмы. Это, в общем, занятие неплаговидное, малоинтересное, малопочтенное. Потому что, ну, как сказать, я могу только процитировать Навону Матвееву, я сама стараюсь у огня по щастям снежинку разобрать. Как начинаешь анализировать, вдруг, и вдруг все становится невероятно скучным и неинтересным. Ну, что, я могу формально этот фильм сделан в связи с тем, что я прочитал сказку Сергея Козлова, которую мне принес давно-давно. Он много принес сказок. Я прочитал вот эту, и она мне понравилась гораздо больше его остальных сказок. Она мне понравилась тем, что я там увидел тяготение к Востоку, которое я чрезвычайно люблю. Я люблю восточную гимнасофию, люблю изображение восточное, люблю поэзию Востока, потому что Восток ничего не определяет до конца. В этом смысле, понимаете, в упор в день не следовало отвечать на нас вопрос, но, естественно, правила вежливости. Но я люблю ту самую неопределенность, которая, как мне кажется, гораздо ближе к истине, чем все, что можно определить прагматизмом. А в этом смысле поэтика Востока, она может рассказать о детали, ну, я говорю, в общем, известной истине, может рассказать о детали, которые, на самом деле, гораздо важнее какого-нибудь грандиозного драматического события. Потому что мы привыкли возбуждать свои чувства какими-то драматическими историями, забыв о том, что мы-то живем, что вокруг нас идет живой мир, который постепенно, к сожалению, от нас уходит, он преграждается всем ужасом, который происходит в жизни. Он, мне кажется, он истребляется этот мир, истребляется элементарный связь с природой, а в связи с этим появляется часто даже и у детей много вопросов, которые не были бы заданы, если бы дети хотя бы каждый день видели деревья, траву, живой мир, чтобы они прислушивались к нему, ну и так далее, и так далее. Для меня, вот я, пожалуй, так отвечу, что как-то наш кинооператор, не тот, который снимал этот фильм, кинооператор Александр Жуковский, его, к сожалению, в 10 лет нет. Кинооператор, с которым мы сейчас работаем, он был психиатрической лечебницей в связи с тем, что его мама туда попала, на лечение. И врачи, узнав, что он работает со мной, на студии работает, они сказали, передайте Натштейну, что мы этот фильм «Ежик в тумане» используем как пособие по психологии, как пособие по точности психических реакций на окружающую ситуацию, как все это идет, как начинается с легкомысленности, потом любопытство, потом тайна, потом первые страхи, страхи уходят, потом любопытство, гармония, связанность с гармонией, потом внезапность, как будто на краю оказался, внезапность, потери чего-то, ужас, катастрофа, полное исчезновение всякого желания жить и полное равнодушие ко всему окружающему миру, и вдруг внезапное спасение. Нам психиатры сказали, что это сделано исключительно точно с точки зрения психиатрии. Хотя я в психиатрии не думаю. Так что, вы видите, уже есть все-таки практическая ситуация. Спасибо, очень верно, первый ответ.